Здравствуйте! И позвольте вновь разжечь. Политвестник ТВ возобновляет свою работу. Сегодня, 1 декабря 2013 года, мы решили вернуться к прежней теме, к одному очень интересному персонажу, главе администрации Нижнеломовского района, господину Андрею Полазнику. И рядом со мной депутат районной думы Алексей Шишкин. Алексей, что вас привело, какие новые подвиги совершил данный человек? Ну, данный человек у нас, как всегда, отличается все тем же, что он сам себе хозяин. Но он забывает, что он наемный работник, и у него есть работодатели. В счастье, он у нас посетил Республику Беларусь. То есть под покровом ночи, безо всяких там каких-либо документов. В пятницу у нас была сессия. Никто не знал, что он поедет в Беларусь, в Республику, перенимать опыт. Где совсем другие законы, другие устои. И по тем законам, он уже, как говорится, по законам батьки, был бы в местах не столь отдаленных. Я так думаю, если мы верим, что у них есть, существуют и дороги, и все остальное. И хотелось бы еще раз подчеркнуть. Вот в газете, ну как нам обманывают нас всегда. То есть как там хорошо, как планировалась поездка. Но поездка это не планировалось. Я еще раз повторю, под покровом ночи, Полазник со своими главами уехал в Республику Беларусь. В понедельник утром звоню главе Нижнеломовского района Водионовой Ольге Васильевне. И спрашиваю, Ольга Васильевна, а вы знаете, что у вас глава района, и все главы муниципальных образований, то есть уехали в Республику Беларусь. Она говорит, Алексей Константинович, ничего не слыхала, ничего не знаю. Я написал во все инстанции заявления, это запросы, то есть в том числе и в прокуратуру. И что вы думаете? В первую очередь ответ нам пришел из правительства Пензенской области, заместителя председателя Савина. То есть у нас получается, что сообщая о рассмотрении вашего заявления, поступившего в правительство Пензенской области, хотя я туда не писал, пребывание делегации Нижнеломовского района Пензенской области в период с 14 по 17 октября 2013 года Республики Беларусь осуществлено в рамках взаимного сотрудничества и не противоречит нормам действующего законодательства. Алексей Константинович, простите, я вас прерву. Может быть, это все-таки хорошо, когда перенимается опыт у других республик, у глав других государств? Может быть, это позитивно? Нет, это в первую очередь, я считаю, это огород в камне, это камни в огород того же губернатора. Неужели у нас в муниципальном образовании, то есть ни одного нет муниципального образования в Пензенской области, где можно было перенять опыт? Вот. Я тогда считаю, что у нас губернатор, наверное, просто, ну, неуспешный руководитель. Ну, и если брать дальше в масштабах страны, да, то у нас есть президент Российской Федерации, есть правительство. Неужели у нас в масштабах России нет ни одного муниципального образования, где можно было бы перенять опыт? А там же Лукашенко, там другое государство, там другие законы, устои. Что оттуда можно было перенести? Скажите, пожалуйста, дорого стоила эта поездка? Вообще, дорого она обошлась в бюджет? Ну, об этой пока поездке я на последней сессии задал вопрос. Но все эти вопросы пока проигнорированы. Теперь написали в письменный запрос, то есть, чтобы нам сказали, так, сколько стоил поездка, там, 17 или 18 человек? Во сколько она обошлась в бюджету? Вот. Пока это вопрос времени. Но я думаю, что же скоро мы узнаем. Но самое интересное не то. Самое интересное то, что вот я говорил уже и показывал вот эту газетеночку, где говорят, что все знали прекрасно. А здесь вот у нас подоспел ответ Нижнеломовского прокурора Сергея Владимировича Афонина, где он говорит, что у нас получается, так, в соответствии с статьей 166 Трудового кодекса, служебная командировка поезд-работник по распоряжению работодателя на определенный срок, то есть для выполнения служебного поручения. Но служебного поручения ему никто не давал. На сессии промолчали. И теперь дальше. В нарушении указанных требований законодательства пунктом 2.1 распоряжение администрации Нижнеломовского района от 9.10.13 года, номер 130, установлено, что направление на служебную командировку главы администрации Нижнеломовского района оформляется распоряжением администрации Нижнеломовского района без согласования. То есть он сам себе выдал распоряжение и поехал, то есть безо всяких проблем. По результатам проверки принесен протест Нижнеломовского межрайонного прокурора на распоряжение администрации, то есть на его же распоряжение. Но, хотелось сказать, почему протест? Его надо привлекать. То есть за нарушение трудовой дисциплины, в первую очередь. Вы готовы привлечь господина Полазника за эти нарушения? Ну, у меня таких полномочий нету, но заявление уже написано. То есть фактически подставлено, считайте, что и губернатор, и Путин, и Медведев, все правительство. То есть что у нас? Мы тогда живем-то вообще в какой стране? Где у нас собирают сглавы и поехали в Белоруссию. Хорошо не на Ямайк куда-нибудь там вино попить, да? У меня к вам еще вопросы. По следам, как говорится, наших предыдущих публикаций. Вы помните историю со счетчиками, с водосчетчиками? Она получила свое продолжение? Если так, вкратце можно. Вкратце она фактически получила продолжение. Мы также нашли все документы, сработали жители в отличие от прокуратуры, МВД Ломовский. И в части получилось, что документы оказались фальсифицированные. Это в части подделали техническое состояние домов, то есть акта технического состояния. Далее выписали технические условия бывшему экс-мэру Кравченко. Потом у нас дальше события развивались следующим образом. У нас уголовное дело у вас заведено? Да, уголовное дело заведено после того, как приехала... Мы написали жалобу, в частности я написал жалобу, и отвез ее в генеральную прокуратуру, где открыто заявил, что у нас прокурор Афонин крышует жуликов, которые вот с таким вышли, как говорится, людей обманули. Алексей Константинович, я еще вспоминаю историю с женщинами, которые жили в бывшей конюшне, и им обещали построить дом к Новому году, или там к середине декабря. Построили дом? Ну, дом построили, но он ха-ха, этот дом. Получается то, что там, ну, я считаю, не соблюдены все нормы. Потом мне жилищная инспекция ответила, какой-то кирпич заменен. Но строят, пытаются. Но как он будет жить, этот дом, я даже не знаю пока. Но хотелось еще бы дальше продолжить немножко историю по счетчикам. У нас же получилось то, что на жителей повесили кредит. Еще. Но самое интересное то, что мы узнали, что эти узлы учета бэушные. Вот. И у нас произошло два судебных заседания, где у нас получилось, что судья, мировой судья Соколова признала людей виновных, и они должны были заплатить по кредитному договору вот эту оплату счетчиков. Потом, спустя два месяца, мы подали апелляционную жалобу, и у нас, получается, судья Баранова, когда мы спросили у нее, то есть вот есть кредитный договор, мы хотели бы его здесь обозреть. А судья Баранова, знаете, нам что ответила? Она говорит, а кредитного договора-то не было. Так на основании каких же документов вы тогда с людей деньги собираете? Есть шанс, что кто-то ответит за это? Ну, мы будем стараться. Но самое интересное не то. Алексей Константинович, к сожалению, у нас очень мало времени. И самое интересное, когда я ей даю уголовное дело, постановление о возбуждении уголовного дела, потом с сайта распечатана УВД бумажка, где людей нельзя привлекать по этим счетчикам, то есть они не обязаны платить. Это обязанность управляющей компании. И вы знаете, что она сказала? Говорит, а вы не обольщайтесь. Это дело уголовное развалится, как пух. Это нам сказал судья. И через несколько минут она признает людей платить. Понимаете? Тогда выходит дело, что у нас судни назначаются указом президента. Тогда это что? Президент мошенничеством занимается? Получается, наверное, что нет суда? А я ей так и сказал, что у нас судебная система никакая. То есть судебная система работает на жуликов. Это четыре счетчика, да? И за них надо заплатить 495 тысяч. И плюс еще кредит в банк какой-то. Спасибо, Алексей Константинович, за исчерпывающее интервью. Мы будем продолжать следить за приключениями господина Полазника и злоключениями жителей Нижнеломовского района. Саша Сотник, Дмитрий Мелехин, Политвестник ТВ.